На прошлой неделе завершил свою работу второй саммит организации «Восточное партнерство», которая была создана несколько лет назад для адаптации Республик бывшего Советского Союза к стандартам ЕС. Цель этой организации в момент создания была абсолютно очевидна. На ближайшие годы вход в Евросоюз, скорее всего, для Республики бывшего Советского Союза будет закрыт, несмотря на стремление Украины и Грузии как можно быстрее осуществить процесс евроинтеграции. Но при этом Европа не отказывается от развития партнерских отношений в сфере экономики, в сфере безопасности, в регулировании замороженных конфликтов. С той целью, чтобы постепенно привнести на почву бывших республик Советского Союза, а пока в структуру «Восточного партнерства» входят шесть стран постсоветского пространства, и внести на их почву правовые стандарты и механизмы функционирования институтов по образцу и подобию Евросоюза. В наибольшей степени продвинулись по пути интеграции в рамках «Восточного партнерства» Украина, которая стоит на пороге подписания договора, который касается экономических аспектов взаимодействия между Евросоюзом и государством СНГ. Для некоторых стран этой шестерки, а туда входят помимо Украины также Грузия, Молдова, Армения и Азербайджан, интересна тема также визового режима облегчения перемещений граждан этих республик на территории Евросоюза. Но здесь пока каких-то весомых результатов достигнуто не было. И вот общее ощущение, которое возникает по итогам второго саммита этой организации, что, с одной стороны, в Европе, пожалуй, есть только две страны – это Германия и Польша, которые однозначно поддерживают стремление стран СНГ к более тесному, более активному взаимодействию с евроструктурами. Потому что Англия и Франция, лидеры этих стран, в очередной раз, по сути дела, переложили обязательства, в том числе и финансовые, по выполнению программ «Восточного партнерства» на пречи двух главных лоббистов движения СНГ в Европу – это, как я уже сказал, Варшава и это Берлин. Второй момент – саммит сопровождался беспрерывными скандалами. Вначале это был скандал с участием и, точнее сказать, неучастием Александра Лукашенко, поскольку белорусского посла, который в первый день работы форума присутствовал на его заседаниях, не пригласили на торжественный ужин между первым и вторым днем и 29-го. Второй день уже кресло белорусской делегации пустовали. Ну и, конечно, очень жесткие заявления были со стороны польского премьера Дональда Туска и со стороны СМИ западных, освещавших форум «Восточного партнерства» в отношении дела Тимошенко и возможности вынесения жесткого обвинительного приговора бывшему премьер-министра Украины, что может сказаться на скроках подписания договора между Украиной и Евросоюзом. Таким образом, по-прежнему мы видим, что остается больше вопросов, чем ответов, и в том числе нет ответа на вопрос, а как в этот процесс вписывается Россия. Тем более, что усилиями грузинской делегации создавалось впечатление, что «Восточное партнерство» — это лишний способ оторвать постсоветские республики от российского влияния. И даже в отношении Беларуси Михаил Саакашвили занял непривычно мягкую позицию, подразумевая, что если Европа будет отталкивать Лукашенко, то Беларусь никогда не сможет выйти из-под влияния России, что, с его точки зрения, является невыгодным и неприемлемым вариантом, прежде всего, для Евросоюза. Будут ли получены ответы на эти вопросы в ближайшем будущем? Сказать достаточно сложно, но можно полагать, что оформится раскол внутри самого «Восточного партнерства», когда Грузия, скорее всего, Азербайджан и Молдова будут проявлять стремление к более интенсивному формату взаимодействия с ЕС, в то время как Армения и Беларусь будут действовать более осторожно, действительно, с поправкой на позицию России в этом вопросе. И ключевая интрига — это Украина. Какой путь выберет Украина, и насколько Янукович готов продолжить ту линию взаимоотношений с ЕС, которая была заложена в период правления его предшественника Виктора Ющенко? Ответы на эти вопросы, я думаю, прозвучат в следующем 2012 году. Тем более, что этот год может быть трудным испытанием и для самого Евросоюза, который все больше и больше начинает оказываться под воздействием негативных экономических, социальных, финансовых факторов, которые могут привести к тому, что не расширение пространства Евросоюза будет ответом на новые риски и вызовы, а попытка замкнуться в собственных национальных квартирах, к чему уже, собственно говоря, призывают и некоторые евроскептики внутри ведущих стран Европы, такие как Германия, Англия, Италия и Франция. Продолжение следует...